Ну что, давайте посмотрим сегодня, что же такое Ulefone T2. Всем привет, вы находитесь на канале Твэгдэй, и сегодня я раздобыл для вас Ulefone T2. Как по мне, так эта модель получилась очень интересной, а самое главное, ее я ждал, наверное, больше, чем любой Samsung, iPhone и тому подобное. Потому что этот смартфон, точнее, видео об этом смартфоне я записывал еще полтора года назад, если не все два, потому что Ulefone T2 и T2 Pro должны были представить, по-моему, еще в начале 2018 года. И вот только сейчас, осенью, эта модель появилась на официальном сайте, и вот сейчас она уже у меня в руке. Существует две версии, в таком вот темно-синем оттенке, и есть еще бордовый, ну, ближе, скажем так, к красному, темно-красный цвет. По дизайну, я вам скажу, да, выглядит очень-очень солидно, как для китайского смартфона третьего эшелона. Потому что, я напоминаю, это компания Ulefone, и в основном сейчас они взяли курс на производство хорошо защищенных смартфонов. А вот такие вот обычные тоненькие аппараты, у них сейчас довольно большая редкость. Я очень рад, что эту модель они выпустили. Итак, с предисловием, закончили. Теперь, что конкретно по этому телефону я могу сказать, и могу ли я вам его советовать в целом для покупки, для рассмотрения вообще, как конкурента какому-нибудь Redmi Note 8 и так далее. Давайте посмотрим. Значит, прежде всего, коробка красивая, черная, матовая, на ней, конечно, заострять внимание мы не будем. В коробке есть скрепка, здесь необходимая документация и пленочка. И, конечно же, в комплекте у нас есть, как обычно в Ulefone, переходник на наушники и OTG кабель. Также есть кабель для зарядки и зарядное устройство. Это весь комплект, а хотя нет, подождите, не весь. Еще есть вот такая вот прикольная штукенция, которая у нас именуется чехлом. Да, если вы одеваете этот чехол, то дизайн смартфона напрочь уходит. Он просто теряется, и вы абсолютно не увидите всей той красоты, которая была заложена изначально в смартфон. Поэтому я даже не знаю, я бы его, наверное, использовал либо без чехла, либо нашел бы все-таки прозрачный силиконовый чехол, например, которым я пользуюсь в своем Mi 8. Вот у меня белый телефон, и мне нравится то, что он белый. Мне это по приколу. И сразу же перейдем к сравнению габаритов. Только посмотрите, настолько он больше Xiaomi Mi 8. Телефон реально громоздкий. И громоздкий он, потому что здесь у нас экран диагональю 6,7 дюймов. Экран у нас имеет разрешение Full HD+. Конечно же, ничего другого, в принципе, от него ожидать и не стоило. Это хорошая IPS-матрица с вот такой вот небольшой челочкой сверху, которая, в принципе, не особо раздражает. Ну, по крайней мере, меня, потому что я к ним уже привык. Что касается смартфона, производительности и так далее. Хочу сказать одно. Единственный такой глобальный глюк, который я нашел в этом телефоне, точнее, не глюк, а техническая особенность, это аккумулятор. Аккумулятор у нас заявлен емкостью 4200 мАч, но какого-то удивительного черта у меня этот телефон работает очень-очень немного. И на день работы его не хватает. Посмотрев на этом смартфоне фильм продолжительностью полтора часа, он у меня разрядился практически на 40%. Целых 40% за просмотр одного фильма. Я считаю, это просто нереально плохой показатель для любого смартфона, для флагмана, для бюджетника. Здесь аккумулятор, проценты заряда тают просто на глазах. Вот что касается аккумулятора, хоть его емкость и 4200 мАч, но для этого телефона почему-то все-таки его очень-очень мало. Ни этого телефона хватает с 8 утра примерно до 4-5 часов вечера, не больше. Но вот никак не получается выжать больше. При том, что я могу там пару часов в день послушать музыку в наушниках, посмотреть YouTube без наушников, примерно полтора часа в день, допустим, совершить пару звонков, и все. Этот телефон просто умирает. Это огромнейший минус. Но в защиту этого смартфона все-таки хочется сказать, что по железу это в принципе неплохой среднеценовой вариант. И то, как он работает, это действительно вызывает у меня уважение к этому аппарату. Аппарат, да, он большой. В одной руке, конечно, неудобно его держать, и пользоваться им только двумя руками более-менее удобно. Это практически как полноценный небольшой планшет. Что хочу сказать по поводу железа. Здесь, я думаю, все всем понятно, тем более много кто знает эту модель и не зря смотрит лично это видео. Здесь у нас процессор Helio P70, хороший, среднеценовой. Немножко уступает 710 Snapdragon, но в целом, в целом, для хорошей работы системы, для воспроизведения игрушек, навигации и всему тому прочему, прочего этого процессора более чем хватает. К тому же, здесь целых 128 гигабайт памяти и 6 гигов оперативки. Конечно же, телефон у нас только появился, поэтому работает он изначально на операционной системе Android 9, что вы, собственно говоря, и видите сейчас. И скажу я вам, что работает более-менее неплохо. Глобальных глюков, подтормаживаний я здесь вообще не заметил, хоть и очень сильно присматривался. Реально, очень хорошая плавность работы, я прям удивлен. И давайте еще об одном небольшом минусе. Цена. Цена в среднем, если брать в розницу этот телефон, хотя на данный момент, на момент записи видео, мало где в магазинах он есть, в рознице за телефон попросят около 250, а то и 280 долларов. За такой смартфон, за такое железо, ну реально, это немножко дофига, как по мне. Потому что за такую цену, грубо говоря, сейчас продается уже Mi 8. Хоть это и не новый телефон, но я думаю, вы сами понимаете, что Mi 8 на 845 снэпе гораздо поинтереснее, чем вот этот вот телефончик. Ну а теперь остались сплошные плюсы. И еще один интересный плюс, который хочется отметить в сторону китайских смартфонов, это динамик. Внешний динамик. Внешний динамик здесь один. Хоть и один, но работает очень неплохо. По качеству звучания, конечно, недостаток баса и, в принципе, низких частот здесь ощущается довольно хорошо, но давайте мы для теста запустим какую-то песенку, и вы сами, в принципе, примерно послушайте, как он играет. Я сейчас запущу одинаковый трек на Mi 8, в нем звук чуть-чуть получше, я считаю. И вы сравните его с звучанием Ulefone T2. Ну что, я надеюсь, что звук вы немножко оценили, хотя я понимаю, что сейчас это глупо, в принципе, сравнивать звук вот так вот на видео, через петличку, которую сейчас запись ведется, но все же, в целом, я думаю, вы, если будете в наушниках прослушать этот фрагмент моего ролика, вы поймете, где какой звук. И скажу я вам, да, здесь звук не противный, как у большинства китайцев, в принципе, дешевых особенно. Здесь звук вполне себе неплохого качества, то есть слушать музыку можно, и кровь из душа у вас, ну, точно не будет литься. В принципе, неплохо. Для понимания производительности, конечно же, в принципе, я могу запустить какую-то игрушку. Сейчас я вам покажу, как у нас идут танки. Настройки, я скажу вам, здесь не максимальные, не средние, не минимальные. Настройки здесь ровно такие, которыми я обычно и буду пользоваться. То есть тени у нас на средних, а то и на низких настройках, ну, в данном случае на низких настройках тени. Растительность полностью убрана, зато детализация на максимум стоит, туман на минимум. Ну, короче говоря, настройки подобраны так, чтобы ничего лишнего, в принципе, не встречалось мне в игре, которая мне нафиг не надо. У меня, в принципе, и на компьютере эти параметры обычно отключены. И сейчас я вам покажу, как аппарат справляется вот с танками. Прямо сейчас вы можете это и посмотреть. Ну вот, начало катки. Захожу и смотрю по FPS. FPS у нас на уровне 60. Ну, то есть это максимально возможный FPS, который позволяет нам игра увидеть. Ну вот, собственно, стрельба пошла. 60 кадров у нас остается. Я напоминаю, что это не максимальные настройки. Это, ну, грубо говоря, средние. Может, чуть-чуть выше средних. Вот у нас взрыв, вот у нас дым. Ничего не подтормаживает. Когда я играл перед этим, минут 20, наверное, подряд, то FPS, в принципе, максимум упускался где-то до уровня 45-50 кадров, и то на пару секунд. То есть, конечно же, по производительности телефон вполне себе годный. Что меня особо сильно удивило, так это камера. Здесь двойная камера. Есть режим боке, который работает, кстати, очень-очень офигенно. Особенно, если хорошие условия освещенности. Опять же, сравнивая с Mi 8, я особой разницы не заметил по качеству размытия, по крайней мере, объекта. Сразу же, что мне не понравилось, то, что здесь нет режима панорамы. В стандартном приложении камера его здесь нет. Зато у нас есть стереорежим, то есть размытие фона. Есть у нас монохромный режим. Что касается фоток, фотки здесь реально получаются очень-очень классные. Я делал фото днем на улице, делал фото в вечернем освещении относительно. Все эти фотографии будут по ссылочке в описании. Вы можете их открыть, их там немного, но вы все поймете по качеству, если вам это нужно. Что касается разрешения. Разрешение 21 Мп при соотношении сторон 16 к 9, что очень-таки неплохо. Видео снимает Full HD, стабилизация неплохая, но не суперская, скажем так. Но видео снимать в принципе тоже можно. И особенно хорошо нам будет снимать, если, конечно, у вас будут хорошие условия освещения. Потому что камера все-таки не самая мощная. И, кстати, что касается оболочки, прошивки и так далее. Захожу в камеру, смотрите, какую надпись я вижу. Ну, не совсем связанная речь, согласны? Все дело в том, что аккумулятор сейчас подсевший. И, как видите, системные уведомления, они немножко корявенько переведены. В меню таких пунктов особо много нет. Но вот в некоторых таких маленьких моментах все-таки немножко смущает, то, что перевод здесь какой-то неполноценный, скажем так. Еще хотелось бы отметить, что слышимость разговорного динамика здесь весьма неплохая. Потому что многие китайские телефоны этим грешат. Звук немножко пластиковый, не совсем объемный, плохо слышно. Здесь таких проблем нет. Повторюсь опять, что этот динамик разговорный, что вот основной мультимедийный, абсолютно в адекватном состоянии. Вот серьезно. Что касается телефона, брать его, не брать, советую ли я телефон Т2 или не советую. Для себя могу сказать одно. МТК-процессор не приговор. Это я уже понял довольно-таки давно. Я думаю, многие из вас, люди, которые интересуются смартфонами, тоже это поняли. Тем более, когда сейчас вышел Mediatek G90T, Mediatek P90. Ну, это хорошие процессоры, действительно. И они конкурируются с недрегами. Просто не самыми топовыми, скажем так. В целом, меня смущает момент цены. Я понимаю, что смартфон только вышел и, скорее всего, после нового года, ну, может, к концу зимы, цены на Алиэкспресс, да и в рознице, в принципе, они будут в районе 200 долларов. Вот в таком ценовом сегменте это очень неплохой вариант. Потому что, если вам нравятся такие интересные по дизайну корпуса, здесь реально неплохая камера, неплохой дисплей, он огромный, он мультимедийный, он хороший. Но не забывайте, что если вы активный пользователь, то, конечно, пауэрбанк у вас с собой должен быть, если розетки рядом нет. Если вы думаете иначе, напишите свое мнение в комментариях, посмотрим, пообщаемся, подискусируем, как обычно. Что касается моего мнения, вы его услышали. Телефон реально крутой, телефон красивый, телефон шустрый. Ну, никаких особо проблем я здесь не вижу. Телефоном можно пользоваться, можно пользоваться абсолютно любыми программами, любыми приложениями. Все, что вам нужно, вы здесь можете получить для себя. Но, как видите, аккумулятор уже к концу обзора вообще полностью разрядился, осталось 10%. А это всего лишь я 22 минуты сейчас записываю в видео. И за 22 минуты видео, когда я просто пользовался, вот ничего особо не запускал такого тяжелого, вот, как видите, уже 6%, точнее 5% батарейки у меня ушло. Это я просто пользовался телефоном. Вот такой вот у нас Ulefone T2, красивый, но со своими нюансами. Спасибо за просмотр данного ролика. Если вы досмотрели до этого момента, вы просто огромный молодец. Обязательно поставьте лайк и подпишитесь, если еще не подписаны. Всем пока.